Друзья, всем привет! Вы на канале Апнеа Горький. Меня зовут Александр Быков. И сегодня у нас суперинтересный гость, суперклассное интервью с чемпионом мира по фри-дайингу, по задержке дыхания, статической, Владимир Погребенко, который буквально месяц назад занял первое место на чемпионате мира в Белграде, с чем мы его поздравляем. Вот. И, конечно, сразу решили записать это интервью по горячим следам, чтобы Володя поделился своими эмоциями, своими впечатлениями. Ну и, может быть, рассказал какие-то там фишки, секреты, которые ему позволили установить этот рекорд. Володя, привет! Всем привет! Привет, Саша! Как дела? Привет! В работе все нормально, все уже отдохнули. Эмоции уже немножко отошли? Да, эмоции отошли. Слушай, очень-очень неожиданно это все было. То есть я все равно продолжаю считать себя не спортсменом. Ну, в сравнении с ребятами, с нашими, которых мы все прекрасно знаем, что я не спортсмен, для меня это, конечно, очень большая неожиданность, поэтому эмоции как-то они какие-то такие плавные. Не, очень приятные на самом деле, очень приятно, необычно, но спокойно, вполне спокойно, да. Смотри, у нас наши зрители, это не только фридайверы, как оказывается, ну а вообще бывает, что человек не знает, что такое фридайвинг, заходит на канал и смотрит наше видео. Поэтому у нас интервью будет не только для тех, кто в теме, но и для тех, кто вообще не в теме. И давай, ну как бы начнем, может быть, даже и с них, и для них, и расскажем вообще, в чем суть дела. А суть дела, друзья, в том, что вот наш собеседник, Володя Погребенко, месяц назад задержал дыхание на 9 минут почти, там без 2 секунд, и занял первое место на чемпионате мира по фридайвингу в дисциплине статической задержки дыхания. Вот, Володь, у меня как бы вот сразу несколько, ну сразу куча вопросов, короче говоря. То есть, как это вообще возможно, задержать дыхание настолько, и это вообще нормально, ну то есть, не опасно для жизни? Да, все понятно, очень часто люди, которые не фридайверы, далеки от этой темы, начинают говорить о том, что ну как так, через 3 минуты мозг отмирает, и как вы существуете в таком состоянии, что явно это вредно и так далее. Но фридайверам-то объяснять это не надо, а если не фридайверам люди, да нет, конечно, мозг получает кислород, но просто не дышим. На самом деле кислорода у нас в организме и в крови, и в тканях, и то, что мы набираем полный вдох с определенными методиками, мы можем увеличить немножечко вот этот объем легких. Кислорода в организме очень-очень много на самом деле. И, скорее всего, большинство людей могут задерживать дыхание значительно больше, чем они представляют себе. И те рекорды, которые установлены за 10 минут, ну, наверное, это в реалиях человека, да, если суммировать весь тот кислород, который в организме накопленный, как я уже сказал, тканевой, кровяной, легочной, этого кислорода, в принципе, достаточно для того, чтобы организм просуществовал вот эти вот 10 или даже 11 минут. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Конечно, это не совсем приятно. Вот эти вот моменты, если дальше будем разбирать, это неприятные какие-то моменты. Могут быть задержки дыхания, но, в принципе, я считаю, что да, это осуществимо. И для многих это людей осуществимо. Если кто-то начнёт заниматься, увлечётся фидайвингом и попробует это, будет сильно удивлён, что через какое-то время он может задержать дыхание на достаточно длительное время. Ага. Смотри, вот ещё такой вопрос. То есть, ты не выглядишь как спортсмен. Я так понимаю, как бы, да, там, общаясь с тобой, вот, что ты, по сути, ну, как бы, ну, обычный человек, вот, у которого есть, там, семья, работа, там, ну, какие-то, я не знаю, там, просто обычные дела, вот. Вот, и при этом, как, вот давай, просто расскажи немножко о себе, там, сколько тебе лет, кем ты работаешь, чтобы сложилась вот эта картина. Да, это как этот клуб анонимных, да, я Володя и я фидайвинг. Да, да. Здравствуй. Сколько тебе лет? Вот. Мне 50 лет в этом году исполнилось, то есть, в принципе, я уже мог выступать в мастерсе. И надеялся, что я на следующий год или когда-то там выйду в мастерс, ну, сейчас это под вопросом стоит. Вот. Я врач-стоматолог, я всегда занимался стоматологией, я из семьи врачей. У меня великолепная семья, любимая жена, любимая доча, да и собака где-то здесь бегает, тоже любимая. А вот, да, на самом деле я абсолютно не спорт. Нет, то есть я занимался горными лыжами когда-то, ну, и тоже, в принципе, достаточно неплохо. Занимался стрельговой IPCC какое-то время, тоже не критично. Но на самом деле я даже сейчас не бегаю, в зал не хожу, и иногда ныряю так вот, чтобы физически. Просто времени не хватает. И основная, конечно, нагрузка, это идет на именно вот эту вот дисциплину статиков. Ну, просто задержка дыхания. Да, 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 конечно. Но опять же, кто не знаком с фридайвингом, опять же, обратимся к людям. Статическая задержка, то есть одна из дисциплин фридайвинга. Не могу объяснить, почему ее ввели, откуда это взялось, может быть, ты подскажешь мне исторически. Да, да, со стороны, как многие смеются, это самая зрелищная дисциплина, в кавычках. Да, то есть люди подышали, вдохнули, перевернулись вниз головой в воду и терпят, сколько не дышит. Все, и лежат вот эти вот тушки в бассейне, и тишина гробовая. И вот на протяжении, допустим, 5-6-7 минут все это. Потом кто-то начинает вылазить из воды, синий, бледный, кто-то не синий, не бледный, ну и так далее. Вот в этом и заключается вот эта вот дисциплина. Немножечко непонятная, но ее включили в общий список, значит, она имеет место быть. Ну, да, она, ну, скажем так, наверное, стоит неким особняком, вот, она такая, как бы, ну, своеобразная, не знаю, как это слово подобрать, вот. Вот, но, как бы, что, это дисциплина, и в ней, как бы, да, можно соревноваться, можно участвовать и достигать определенных результатов. Хочется спросить про то, вообще, вот, ты перечислил, что ты занимался, там, горными лыжами и стрельбой, а как вообще ты увлекся фридайингом, и что тебя в нем, ну, зацепило, что тебе понравилось в нем? Если раньше, там, ты никак не был с этим связан. Ну, наверное, как и каждый человек, то есть, по мне, насколько я знаю, насколько я общался с ребятами, очень много людей приходит в фридайинг после водных каких-то видов спорта. Скоростники, пловцы и так далее. То есть, кто занимался водными видами спорта, ну, есть такие представители, я, Саша Максимов, да, он, такое ощущение, что он в воде чувствует себя лучше и комфортнее, чем на суше. Вот. Ну, и они закономерно приходят в какой-то степени в фридайинг. А есть категория людей, которые с водой не были связаны, но в силу каких-то причин приходят в фридайинг, в Миша Брянцев, да, вот, и достигают очень больших успехов. У меня все простаично. Отдыхали на море, увидел красивые кораллы, захотелось нырнуть поближе. Технодайверы, скубодайверы, это дорого. Ну, и вот это вот сейчас снаряга. Слышал где-то про фридайинг, более подробно узнал, что это очень красиво, очень загадочно, что человек в черном костюме ныряет вниз куда-то на безумную глубину. И, как девчонки говорили, он весь такой красивый, черный, говорит, куда-то вниз, помахав рукой, говорит, уходит. Ну, это романтика. Ну, у меня-то, конечно, такой романтики не было, но просто банально прозаично понырять это. Вот, узнал, что в Питере достаточно много школ фридайвинга, и прошел у Кирилла Сорокина начальный курс. Потом как-то подзатянул, и, по-моему, предложили выступить на соревнованиях у «Белой ночи» у Сашвиноградова. В предварительные тренировки попробовал статику, и тогда познакомился с Кириллом Мельниковым. И оказалось, что то, что я задерживаю дыхание тогда еще где-то минуты на пять, на шесть, для меня казалось это, ну, в принципе, ну, все так задерживаю, ничего там такого нету. А тут Кирилл говорит, что это, в принципе, неплохо. Вот, ну, и вот с этого все дело, наверное, и пошло. Что оказалось, что вот именно вот этого дисциплина как-то мне заходит. Потому что плавание, я закостенел, я кривой, косой, стрелочкой для меня. Это вообще что-то невообразимое. А техники плавания, я не говорю, это что-то как корова на льду. Вот, а здесь почему-то получается, вот, всего каких причин это. Ну, и вот так вот затянуло, что уже в течение, получается, три, наверное, три... Ну, да, три года выступаю, и чисто вот этого дисциплина. Другое просто времени не хватает. А чем она... Ну, то есть ты в ней выступаешь, потому что, ну, типа, вот, типа другие не получаются? Или ты в ней, ну, нашел что-то для себя интересное? То есть что тебе там интересно? Безусловно, это интересно, но, во-первых, мне как врачу достаточно интересно, насколько человеческий организм, по сути дела, если в динамические дисциплины брать, то достаточно многое зависит от техники, мышечных каких-то моментов. То статика — это чисто работа со знанием на каких-то других немножечко уровнях. Это все дело работает. И, опять же, говорю, как врач, я понимаю, что мышцу можно накачать, технику можно поставить, а что можно с мозгами сделать. А оказывается, очень много с мозгами можно сделать. Оказывается, это тренируется до какой-то степени. Мне интересно, насколько организма можно... из организма можно вытянуть. Вот в какой-то момент мне это стало интересным. Мы с Кириллом Мельниковым об этом говорили. Я говорю, ну, давай попробуем поставить на мне эксперимент. Он на свою, можно так сказать, разработал систему тренировок. Я говорю, ну, давай попробуем. Я буду делать чисто то, что ты говоришь. И посмотрим, насколько организма можно разогнать, раскачать. Ну, и вот мы с ним разогнали организм до 9 плюс минут. Ну, а я же не умер, я же не столкнулся еще. Значит, еще можно что-то выжить. Ну, вот пробуем, насколько еще можно выжить. Получается, что да, наверное, выступаю в этой дисциплине, потому что она, безусловно, конечно, она получается. Вот, в динамических попробовал проплыть, все посмеялись надо мной, и всех повеселил. Вот. Ну, как-то вот так вот, что да, и рада интересные получаются, поэтому, конечно, выступаю. Смотри, мы немножко, может быть, ты вот этим своим ответом забежал вперед, начал говорить про психологию, да. Ну, опять же, вот для человека, который, может быть, не в теме, который, ну, там, ничего об этом не знает, по факту, может быть, это выглядит как, ну, нужно просто терпеть, да. То есть, ты, вот, все, наверное, пробовали задерживать дыхание, и потом просто хочется дышать через сколько-то времени, вот. И, ну, так как хочется, да, а терпеть не хочется, и человек начинает дышать, вот. И, может быть, складывается впечатление, что чем больше человек может терпеть, тем, соответственно, и больше у него будет задержка дыхания. А ты начал, ну, как бы, ну, и плюс еще есть какие-то, может быть, просто возможности конкретного организма, конкретного, там, тела, возможно, еще есть какие-то механизмы адаптации, там, ну, улучшения каких-то, да, там, характеристик, вот. Вот, но ты при этом сразу стал говорить о психологической, да, вот, характеристике, ну, там, своей. Так вот, вопрос в чем? Как, как вот тебе удалось, да, там, не обладая, там, там, натренированным телом, стать чемпионом мира, обогнав вообще всех других претендентов? Даже и Сашу Максимова, который, ну, там, спортивнее тебя, вот, я бы так сказал. Да, да, да. Ну, здесь, конечно, немножечко мы лукавим, не обогнал я ни Бранка, ни Будемира, ни других именитых, потому что по какой-то причине кто-то не приехал, кто-то не стартовал, кто-то, ну, в частности, допустим, мы говорим про Бранка, да, тот вышел, ну, это вообще его просто такой разминочный какой-то результат был. Почему так сложилось это? Ну, и только с Сашей Максимовым мы поборолись, да. Если фридайверы смотрят, конечно, все знают, что в основном мы с Сашей как-то начинаем бороться, вот, и всегда я предпочитал сначала полежать, а Саша лежит позже меня. И, ну, некоторое время назад он говорит, ну, давай ляжем вдвоем, давай полежим, такой батл устроим. Ну, здесь можно сказать, мы устроили батл, и, господи, Божечка, ты мой, 4 секунды. Что такое 4 секунды? Да, это очень мало, на самом деле это много. Вот, конечно, Сашка значительно талантливее меня, спортсмен, значительно более способный. Вот, но здесь мы говорим о том, что у него еще были до этого выступления, и на следующий день он плыл, поэтому это тяжело. Вот, поэтому, да, наверное, мы с Сашкой боролись в какой-то степени. А здесь нет. Вот. Про все остальное, какие-то приоритеты. есть такой момент, иногда говорю, когда спрашивают, что каждый сезон, начинается сезон, и ты не знаешь, какой приоритет у тебя может быть в этом сезоне. Да и в течение сезона. Где-то ты работаешь с тем, где-то ты работаешь с головой. Психологические моменты, на мой взгляд, они сразу возникают. Да, когда ты, тот, кто не знаком с кредайвингом, да, сразу скажем, есть момент, когда ты не дышишь, и тебе очень хорошо, тебе кажется, что ты можешь в таком состоянии очень и очень долго пролежать всю жизнь. Просто великолепно. А второй момент начинается, когда ты хочешь дышать, его действия начинаются самые основные. Проблема, самая основная работа. Ну, а кто с кредайвингом знаком, тем не нужно объяснять состояние дискомфорта. А состояние дискомфорта, что ты с ним можешь сделать, кроме как терпеть, кроме как убеждать, кроме как ставить какие-то якоречки, еще что-то. У кого-то сила воли огромная, опять же, как у Саши Максимова, да, как он всегда говорит, ну, лежи и терпи, плыви и терпи. И вот эта вот его терпячесть, она, конечно, вызывает всячески уважение. Впрочем, как и все остальные, с Димой Сметанкиным тоже разговаривали, он говорит, что у меня может дискомфорт начаться через 50 метров. И я просто себе представить не могу, какую основную дистанцию плывет в дискомфорте. это что-то на грани, я этого не понимаю. Поэтому основная работа в статике, конечно, это психологическая. То есть мы не работаем ни физически, ничего, это все переходит на ментальные какие-то моменты. Здесь, в первую очередь, конечно, сразу я говорился, что это психологическая работа, потому что тебе хочется дышать, и в то же время ты должен не дышать. И, конечно, это вводит в диссонанс с организмом, с мозгами, ты должен как-то себя уговорить. Это мозг должен как-то отключаться или, наоборот, какие-то подключать, наоборот, какие-то особенности. Каждый выбирает свое. Ну, а что важнее все-таки? Да, Саша, на мой взгляд, все важно. Все важно. Важна кардионагрузка. Когда мы говорили вначале, что в тканях кислород накапливается, динамисты об этом очень хорошо знают. То есть мышечный миоглобин, который содержится у людей, сильных с мышечной развитой массой, у него миоглобина много, то есть кислорода в тканях много. Конечно, хотелось бы иметь в тканях больше кислорода. Объем легкий. У кого-то, например, у меня 10 литров объем. Ну, это просто физически. Да, природа так распорядилась. Хотя тоже нет прямой корреляции от объема легких. Чтобы была прямая корреляция на задержке. У Маши Альшевской легкие не 10 литров, однако она выдает какие-то бешеные результаты. Мозги, ну, опять же, мозги нужно как-то пытаться себя уговорить. Ну, нету тут чего-то одного. Все-таки это должно быть в комплексе одномоментно и насколько возможно гармонично и совместимо все это. То есть нужно прорабатывать каждый, наверное, момент. но ты при этом сказал, но ты при этом сказал, что ну, не занимаешься сейчас никакими кардио, не хватает времени для этого. Не хватает времени, но я клятвенно обещал, что с сентября, да, ну, я перед Кириллом в какой-то степени обязан, да, если он говорит, делает какие-то задания установки, да, я и сам прекрасно понимаю. Да, конечно, я пойду, ну, просто сейчас вот этот вот период времени немножечко не получается. Расклад по дню. У меня прием начинается, допустим, в 9-10 часов, заканчивается где-то в 8-9 часов, и вот это вот оставшееся время мне нужно куда-то впихнуть кардио, впихнуть в свои тренировки. Выглядит нереально, куда это можно впихнуть. с утра, если только. Нет, на самом деле очень хорошо. Опять же, возвращаясь, почему статика, опять же, возвращаясь к морозкам, да, что психологически ты должен расслабиться. То есть напряжение ничего не сделает, то есть это должно быть расслабление. И можешь себе представить, после дня работы у кресла, я прихожу домой, все мои домашние, конечно, меня не поддерживают в этом, я говорю, что я занимался, я закрываюсь в комнате и 40 минут я бах, лежу в шавасане, ничего не делаю, кайфую, у меня мозг отключается, я отдыхаю. А для меня это какая-то отбушина. да, есть такое дело. есть такое как бы мнение, что от состава тела, да, от, ну, вообще, от того, от телосложения, ну, зависит, в том числе, успех, ну, в каких-то дисциплинах. есть ли идеальное, ну, как бы, сложение тела для статики, то есть, вот, какой идеальный спортсмен в этом смысле должен быть? или это без разницы? нет, нет, мне кажется, это не без разницы, когда мы переходим на какой-то более высокий уровень, то все-таки это астенический тип сложения должен быть. Если взять статиков, посмотреть фигуру, пранка, демира, тех же, все-таки это астенический тип сложения, это достаточно широкая грудная клетка, это достаточно малый объем жировой какой-то ткани и так далее. Все-таки астенический тип сложения в этом плане он более, на мой взгляд, дает больше преимуществ. Ну, то есть, худые, высокие, с большими легкими? Да, худые, это да, да, так я бы сказал. Ну, то есть, по крайней мере, практика показывает, что да, в такой ситуации, да. Ну, сюда, по сути, тогда и пловцов хорошего уровня можно включить. Слушай, здесь очень спорный такой вопрос, у пловцов очень большое потребление кислорода в мышцах, они привыкли мышцы тратить много кислорода, а у меня мышцы не тратят много кислорода. То есть, статиком, ну, вот насколько, да, в какой-то межсоревновательный сезон, я согласен, что мышечные нагрузки кардио должны быть, но в стартовый именно период все вот эти вот нагрузки, они для статиков не очень. Хотя, опять же, берем людей, которые и плывут, и лежат великолепно. Ну, это какие-то уникальные. Да, 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 потому что объяснить, как, допустим, Сашка плывет, лежит, да, как Малина плывет, лежит, кто его знает, как у них это все дело совмещается и получается. непонятно, не могу объяснить. То есть в Ахридане ты сам прекрасно понимаешь, да, есть какие-то моменты, которые мы объяснить не можем или очень сложно объяснить вот эти вот моменты. Как происходит, что такое, допустим, адаптационные свойства какие-то организма или устойчивость к СО2, что это? Мы об этом все знаем, что есть устойчивость к СО2, а как ее определить, как ее измерить, что это такое, никто не знает. Ну да, а одному легко лежать там, не знаю, до 5 минут, а другой после 2 минут уже все. Да, и интересно, есть люди, которые минуту ему легко лежать, а он потом тяжело лежит еще минут 5. Ну тоже, как он может так вот 5 минут плохо лежать в контракциях, в дискомфорте? Сколько у тебя длится вот эта фаза комфорта и со скольки начинается дискомфорт, с которым тебе надо работать? Если хорошо разогнать организм, то где-то 5 плюс к 6, наверное, ближе. Вот в стартовых попытках, нет, наверное, так можно сказать, не в стартовых, разминочных попытках до 6 минут я нормально себя чувствую, потом ты начинаешь работать с диафрагмой, ну а потом уже начинаешь работать с контракциями. Вот. Но очень часто почему-то вот в разминочных попытках до 6, блин, как стартовая попытка, так тебе контракции уже в 4 минуты пришли, и все. Что, впрочем, произошло в Белграде? То есть все хорошо размялись, я думаю, сейчас мне будет хорошо лежаться, да, фигушки, блин, в 4 минуты уже все фигово, ну и дальше равномерно вот это вот все фигово еще там больше 4 минут. Вот так. Друзья, ну у нас продолжаем мы наше интервью, и к нам присоединился тренер Володя, это Кирилл Мельников, Кирилл и сам занимается статической задержкой дыхания, сам выступает в соревнованиях, вот, и последние вот годы он сосредоточился на тренерской работе, вот, можно так сказать, правильно, Кирилл? Да, конечно, правильно, можно так сказать, года с 18-го активно, да, тренирует спортсмен. разработал, ну такую, как бы, свою методику и тренирует ребят, и вот Володя Погребенко, это один из его спортсменов, с которым они работают постоянно уже, сколько, три года, я так понял? До 20-го года, наверное, так можно сказать. Да, 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 так, где-то. Вот, ну и... И вот мы, по сути, ну такие, как бы, дилетантские вопросы, что ли, обсудили, и сейчас можно, наверное, перейти к таким более профессиональным, что ли. Как вообще, вот, вы тренируетесь, ну, как бы, сколько раз в неделю? Это только статические тренировки или еще какие-то? Ну, на эти вопросы, наверное, Володя может ответить лучше, чем я, но обычно, насколько я понимаю, в основном тренировочном цикле это около трех сухих тренировок в неделю и одна в бассейне у Володи. Где-то около четырех. Ну, то есть через день, грубо говоря. Грубо говоря, через день. Да, молочи может подправить, да. Да, что мы с Кириллом договариваемся об определенном режиме тренировок. Допустим, если у нас идет межсезонье, как вот сейчас, вот мы договариваемся, что будем, допустим, тренироваться в таком-то, таком-то режиме. Ну, это могут быть, допустим, да, условно, понедельник, среда, пятница, сухих тренировок, это могут быть тренировки СО2, комфорт и, допустим, на выдохе или какие-то модификации этих тренировок и одна в воде, чтобы, как мы говорили, не терять контакт с водой. Потому что, Саш, ты абсолютно прав, что у многих спортсменов есть различия, что сухие тренировки и мокрые. И сухие тренировки не каждый может выполнять. Допустим, Рома Горбовцев, да, он сухие тренировки вообще не делал, они ему не нравились. А вот на воде он в основном тренировался, это позволяло ему достичь каких-то огромных результатов, хотя небольшой объем тренировок был. У меня, конечно, больше объем сухих тренировок в силу времени, которое я могу уделить тренировкам. Да, все так. Если говорить о том, что кроме статических тренировок, да, кроме специфических наших тренировок, то, конечно, я считаю, необходимо добавлять кардио-тренировки. Особенно в базовый подготовительный период. Почему, зачем они нужны? Они развивают сердечно-легочную систему, они увеличивают такие показатели, как сердечный выброс. То есть, условно говоря, когда у нас хорошо развита сердечно-легочная система, потом в процессе задержки, статической задержки организм работает как бы совсем на холостых оборотах. То есть, снижается частота сердечных сокращений, то есть, организм становится еще легче, еще меньше нужной энергии потратить, чтобы в таком режиме существовать. и это работает, это точно. Мы тут, Кирилл, затрагивали такой вопрос, что обуславливает результат в статике. То есть, это то, как человек, грубо говоря, сложен физически, его там какие-то не знаю, его тренированность или психологический аспект опять же человека. Как ты считаешь? Ну, я об этом подробно рассказываю на своем мастер-классе. И здесь много факторов влияет на талант, кстати. Несомненно, у одного человека этот набор факторов будет лучше, у другого хуже. Да, я могу основные перечислить. Основные факторы, которые влияют на продолжительность задержки дыхания, это физическое телосложение, а конкретно объем легких. Второе, это способность, физиологическая способность переносить высокую гипоксию, высокую гиперкапнию, устойчивость к гипоксии и гиперкапнию. Кроме этого, низкий природный метаболизм, кроме этого, умение терпеть дыхательный дискомфорт и вообще умение терпеть, ну и психологическая устойчивость. Вот такой набор факторов у каждого из нас, он такой индивидуальный, и у одного человека без всяких тренировок этот набор будет, условно говоря, на три минуты задержки дыхания, у другого сразу на шесть. И из того, у кого сразу на шесть можно сделать чемпиона. Вот как-то так. Смотрите, вот следующий вопрос, такой, ну, наверное, к вам обоим. Ну, Кирилл, ты вот в интервью там до этого и Володя об этом уже упомянул, то, что на этом чемпионате мира был некий в целом элемент в том числе везения, потому что несколько топовых спортсменов, они, короче говоря, по какой-то причине там либо слились до попытки, либо показали супер, ну, как бы там плохой результат для себя, вот, и в том числе как бы это позволило подняться, да, там, на пьедестал на первое место, и вот если об этом рассуждать, ну, несколько отстраненно, ну, как бы от именно этой дисциплины, да, то получается взять, например, каких-нибудь бегунов, да, если человек вышел на определенный уровень, то даже, скажем так, для него плохой результат, это в любом случае будет не, ну, не в два раза хуже, вот, а в статике получается, да, там, вот, кто-то из спортсменов вообще не вышел на старт, хотя приехал на чемпионат мира, но такой, подготовился и такой, ну, я не буду выступать, другой начал выступать, но показал время в два раза хуже, чем он обычно делает, и получается, что все-таки, ну, такой психологический момент, он, ну, как бы, супер важен, то есть, вполне, да, как бы мы понимаем, что Бранко мог бы пролежать дольше, но не стал и вышел, вот, и в какой-то момент психологический фактор, ну, выходит на первый план, и как это вообще работает, ну, что с этим делать? Понятно, Саш, вопрос понятен, ну, конечно, все нужно рассматривать индивидуально, если мы говорим про наш, про вот тот чемпионат мира, на котором Володя победил, и про тех спортсменов, которые не смогли, топовые спортсмены, которые не смогли показать свой высокий натренированный результат, то все индивидуально, да, то есть, если говорить про Бранко, то, конечно, он мог отлежать больше, конечно, просто он, там, видимо, была какая-то совокупность факторов, скорее всего, он не угадал Дидро костюмом и замерзал, плюс, возможно, ну, что-то в его, там, эмоциональном состоянии было, ну, не идеальным, и в этом сочетании он не мог показать какой-то очень высокий результат, например, там, близких 10 минут, да, он мог показать, там, что-нибудь на уровне, например, 8,5-9, но, когда пришел дискомфорт, дискомфорт пришел у него очень рано, гораздо раньше, чем обычно, то есть на 5, в 5 с небольшим минут, обычно это после 7, он, видимо, понял, что ему будет сложно бороться за первое место, бороться за третье, он просто не захотел, поэтому он просто встал и прекратил попытки, а если говорить про других спортсменов, да, вот, Лоран Дебекарон, который просто не вышел на старт, ну, здесь, видимо, психологическая устойчивость, ему не хватило ее, да, что-то пошло не так, и, ну, в общем, да, он не справился с эмоциями, просто решил не выходить и сдался без боя, Эрик Маршал, ну, тот боролся, боролся, да, и он показал, в общем, высокий результат, но тоже мог бы показать выше, но в конце попытки уже, видимо, не справился с тяжелым дыхательным дискомфортом, он об этом даже написал в Фейсбуке, и вышел, ну, несколько раньше, чем мог бы, да, то есть он до предела точно не долежал, поэтому то, что ты говорил вначале о том, что если ты натренировался, там, например, на уровень 9 минут, то даже если ты выступишь плохо, скорее всего, там, 8.30 ты покажешь, ну, если не рассматривать фактор психологической устойчивости, да, который просто может спортсмена выбить полностью, да, вот как Лорана выбила из борьбы, то, в принципе, ты прав, действительно, если с психологической устойчивостью плюс-минус нормально, то, в любом случае, спортсмен может показать достаточно высокий результат, и тот результат, который там Эрик Маршалл показал, это все равно высокий результат, 8 плюс, да, но вот побороться за призовые места, то не получилось, да, то есть все-таки тут тоже, видимо, какие-то факты при психологической устойчивости, когда ты чуть-чуть не готов работать с тем тяжелым дискомфортом, который накрывает в конце попытки, кто-то готов работать в любой ситуации, кто-то не готов и вот сдается, да, так тоже бывает, в общем, согласен, фактор психологической устойчивости в нашем спорте играет более значимую роль, чем, наверное, чем в беде, мне так кажется. Я так понимаю, ну, не то, что я так понимаю, но так и есть, что и Володя, и Саша, да, Максимов, не смогли показать тоже свои лучшие результаты, то есть на чемпионатах России результат был лучше в этом году, чем 8, там, 58, так ведь? Нет, не совсем согласен, но Володя сейчас, наверное, давайте, давай я скажу, что я думаю по этому поводу, а Володя добавит, те результаты, которые были на чемпионате и на Кубке России, там, 9-10, 9-13, и то, что они показали на чемпионате мира, там, 8, 58, 8, 54, это на самом деле очень-очень близкие результаты, да, и вот эта вот разница, там, не знаю, в 10 секунд, 15 секунд, она настолько невелика и настолько зависит от огромного количества каких-то всевозможных факторов, там, не знаю, физиологических, психологических и иных, что это все на уровне погрешности, понимаешь, то есть сказать, что они выступили хуже своих лучших результатов, я бы не сказал, они выступили примерно на уровне своих лучших результатов, вот эти 10 секунд туда, 10 секунд сюда, это все равно все примерно одно и то же, понимаешь, это в каком-то смысле уже случайность, конечно фактор психологического давления на чемпионате мира, он тоже играет свою роль и, наверное, он немножечко сыграл негативную роль, немножечко совсем, да, но парни отлежали по максимуму и показали практически свой максимальный топовый результат, плюс-минус там на уровне погрешности. Володь, где было проще, на чемпионате России или на чемпионате мира? Саш, ну, конечно, чемпионат мира, потому что, ну, опять же, да, и Кирилл говорит, и я говорю, что мозги, мозги это очень такая хитрая вещь, конечно, сложнее были, во-первых, не знаю, как кто, но я, я чувствовал ответственность, да, потому что ты поехал на какие-то итоговые соревнования, когда ты готовился, да, к чему-то, и ты вошел в сборную, на тебя уже наложена ответственность какая-то, здесь итоговые соревнования, и ответственность достаточно высока, хотя это был один из самых моих, наверное, сложных стартов, сложных выходов, потому что, как я уже сказал тебе, да, где-то в 4 минуты у меня уже начался дискомфорт, когда в разминочных попытках у меня 6 минут, и мне нормально, и я думаю, сейчас, как я комфортненько полежу, мне нифига, мне тут-то было, да, опять повторяю, в 4 минуты начинается дискомфорт, и вот с этим дискомфортом нужно работать, ну, нам нужно было работать, да, мы с Сашей отработали, это было сложно, но мы это сделали, да, конечно, на своих стартах спокойней, приятней вывода, так. Что может выбить, ну, как бы, из состояния вот перед стартом? Не знаю, по идее тебя ничего не должно выбивать, то есть, на мой взгляд, спортсмен, он должен отрешиться от всех каких-то негативных факторов, да, потому что очень часто, да, и вот здесь тоже, Кирилл, я не помню, что там, или музыка заиграла, или скоростники начали выступать, и ты у меня спрашивал, отвлекает, да нет, меня это вообще не отвлекает, и Кирилл потом начал разминаться, я говорю, ну, настройся на то, что тебя не отвлекает, тебе пофигу, в принципе, что там происходит за твоим окружением, ты погружен в себя и работаешь, на мой взгляд, не должно отвлекать, ну, конечно, отвлекает, начиная с каких-то личных моментов, мы каждый переживаем какие-то личные моменты, и это может тебя значительно, конечно, отвлечь, вообще выбить тебя может из колеи, ну, ну, наверное, на кого-то влияют все остальные моменты, громкие звуки, еще что-то, настроение соперников и так далее, по идее, этого быть не должно, но это влияет, сейчас пока, наверное, я нахожусь в таком состоянии, когда меня мало отвлекают какие-то внешние факторы, ну, от внутренних факторов, конечно, никуда не деться, но пока я с этим справляюсь, то есть внешние раздражители на меня мало влияют, как влияют на других, не знаю. Саш, этот вопрос, который ты задаешь, он исключительно индивидуальный, то есть это все зависит от психологической устойчивости спортсмена и какого-то спортсмена вообще почти ничего не может выпить из состояния равновесия, вот, например, Александр Максимов, я считаю, что его почти ничем невозможно выбить из равновесия и как-то сорвать ему попытку не получится, понимаешь, ну, Володя, наверное, тоже приближается к этому уровню, мне кажется, меня тоже очень трудно, вот, несмотря на то, что я выводил Володю, и эмоции зашкаливали, но, тем не менее, я со своей попыткой справился хорошо, даже очень хорошо, и, ну, в общем, показал тот результат, к которому был готов, но эта история про нас, вот, Лоран даже не смог выйти на старт, что его выбило, надо спрашивать у него, я не знаю, поэтому это очень индивидуально, есть, я знаю много спортсменов и спортсменок, которые на тренировках показывают очень высокие результаты, ну, там, условно, 7-8 минут, да, а на соревнованиях не могут показать ничего вовсе, да, или показывают, там, минус 2 минуты, например, да, то есть, условно говоря, начинается паника, истерика, и ничего не получается, и что их выбивает? Масса причин, масса вещей, которые их выбивают, в это состояние равновесия, возможно, они даже не могут ответить на этот вопрос четко, да, но, тем не менее, это факт, поэтому это очень индивидуально. Как выглядит вообще соревновательный день, там, может быть, подготовка перед стартом, немножко расскажите об этом? Да, расскажу, наверное, опять же, какие-то моменты индивидуальные, но в общем, в общем, эти основы заложены всегда, были, то есть, для статиста очень важен тайминг. Очень короткий промежуток времени, когда мы разогнали свой организм, и к этому разгону нужно подойти вплоть до секунд, десятков секунд, минута, в разрыве уже имеет значение, поэтому я, например, свой тайминг по совету Романа Горбовцева отсчитываю от момента старта. И от момента старта мы пошли, допустим, у нас разминочные попытки, по секундам разминочные попытки, до этого разминка на суше, вплоть до того, что в какое время одеть гидрокостюм, когда прийти в бассейн, когда начать, допустим, лечь в шавасану, ну, у каждого есть свои моменты, это очень важно, и это должно быть расписано по минутам, по секундам. Тогда ты к моменту своего старта ты разогнал уже свой организм до стартовой попытки, и вот этот вот момент очень важен, именно ключевой момент, то есть тайминг, мне кажется, это основной момент в разминке, в подготовке спортсмена статиком. А как понять, что вот именно за столько времени ты должен бросить, грубо говоря, там, последнюю разминку, и через сколько у тебя должен начаться старт? А здесь каждый, ну, безусловно, каждый спортсмен, когда он начинает выступать на соревнования, конечно, у него до этого были тренировки, конечно, он понимает свой, какой-то уровень. Когда я начинал заниматься, у нас отчет был от момента наступления контракции, да, то есть, условно, вот этот вот временной промежуток комфорта был неизвестен, когда придет дискомфорт, это может быть условно через минуту, а может быть через полторы, через две минуты. меня это всегда достаточно выбивало, это было неожиданностью для меня, что ты, допустим, отлежал одну минуту, а у тебя контракция, а у тебя там старт, и у тебя начинаешь ты подгонять вот этот тайминг. поэтому последний сезон, а может и прошлый сезон, у меня четкий посекундный тайминг моей разметки, то есть, у меня идет три разминочных попытки, в первой разминочной попытке я лежу четыре с половиной минуты, три минуты отдыхаю, во второй разминочной я лежу пять тридцать, четыре минуты отдыхаю, в третьей разминочной я лежу шесть тридцать, шесть минут отдыхаю и стартовая попытка, то есть, я четко знаю, когда я выйду на свой стартовый режим, мне это помогает, вот этот вот очень четкий тайминг, независимо даже от того, чуть раньше пришли контракции или чуть позже пришли контракции. Саш, ну, ответить на твой вопрос конкретный, за сколько нужно закончить разминочную попытку перед стартом, ну, мне не сложно, да, в моем понимании, там, пяти минут вполне достаточно, чтобы подготовиться к стартовой попытке, но обычно берется немножко больше, шесть-семь, чтобы было время, там, переплыть зону старта, чтобы было время на какую-то, там, небольшие ошибки в тайминге, да, ну, чтобы не получилось так, что пять превратилось вдруг в три, вот, и все, то есть, если кто-то отдыхает, то есть, есть спортсмены, которые после разминки, там, вылезают на бортик, сидят там в уголочке, отдыхают 10-15 минут, в моем понимании, это все лишнее, это, это слишком много, это уже, спортсмен начинает выпадать из состояния, и вот, шести-семи минут вполне достаточно. Понятно. Слушайте, а вот, можно на такой вопрос ответить? То есть, есть спортсмены, у которых дискомфорт начинается, ну, там, рано, а есть спортсмены, у которых он начинается поздно, но в итоге у них результат может быть очень похожим, вот, хотя, оба тренируются, ну, грубо говоря, даже пускай одинаково, но, но почему-то, вот эта стадия наступления дискомфорта, она какая-то очень разная. Почему так? Индивидуальные особенности каждого спортсмена, это первый фактор, да, второй фактор, это как спортсмены дышат и готовятся к стартовой попытке, потому что, ну, я об этом тоже много рассказываю на мастер-классе, от того, как ты подышишь, вот, время начала дискомфорта можно довольно здорово сместить, но это такая очень сложная и тонкая история, и нельзя ее смещать до бесконечности, да, ну, не до бесконечности, а до максимума, скажем так, нельзя, да, то есть, условно говоря, так сильно передышать, чтобы сделать комфорт очень длинным, нельзя, потому что дискомфорт будет очень тяжелым и коротким, и весьма вероятно наступление блокаута в этом случае, поэтому, условно говоря, если один и тот же спортсмен подышит поактивнее и подольше и побольше, то у него зона комфорта, фаза комфорта может стать больше, но фаза дискомфорта будет меньше, а если он подышит поменьше, то весьма вероятно, что у него фаза комфорта будет меньше, но вот в дискомфорте он сможет порезать дольше и результат будет плюс-минус похожий и почти ну очень близкий иногда даже более высокий результат можно показать в состоянии когда ты немножечко недодышал скажем так и фаза дискомфорта у тебя существенно больше чем если бы ты подышал поактивнее но это это очень индивидуально и это все нужно подбирать вот прям подбирать во время тренировок до условно говоря то есть кому-то кто-то легко переносит вот этот длительный дыхательный дискомфорт ему работать в контракциях там четыре минуты это нормально для кого-то это очень тяжело и тогда нужно подбирать такое дыхание чтобы вот эта работа в дискомфорте было ну например две с половиной минуты а фаза комфорта раздвинулась но при этом без потери общего времени и это такой очень тонкие индивидуальные настройки скажем так но при этом конечно же в любом случае у разных спортсменов эти фазы будут разные и кто-то из них не сможет там как бы он не старался сделать фазу комфорта очень длинный например 67 не получится да все равно это будет там в диапазоне от двух там например до 4 и при этом он может очень долго терпеть и переносить дыхательный дискомфорт без потери контроля и покажет время например там не знаю 7 плюс вот а другой спортсмен такого же примерно уровня он фаза комфорта у него будет составлять например от там пяти там до пяти с половиной минут или от четырех с половиной до пяти с половиной и тоже в общее время будет 7 плюс и результаты будут одинаковые но один немножко больше будет работать в комфорте другой немножко больше дискомфорте вот как то так понятно а еще момент что и у каждого спортсмена разные моменты бывают в один период у тебя дискомфорт наступил очень рано а другой раз у тебя дискомфорт наступил поздно то есть это влияет на что это это влияет на результат или нет конечно это влияет на результат потому что когда у тебя фаза комфорта длинная тебе кажется что все хорошо но и ты спокойно лежишь а когда у тебя дискомфорт пришел в рано и ты понимаешь что тебе нужно здесь комфортом бороться достаточно долго это тяжело это напрягает и потом я абсолютно с кириллом согласен что потребление кислорода в базе дискомфорта значительно выше тебя запрещение диафрагмы психологически тебя кислород расходуется больше фазе комфорта кислорода расходуется меньше и вот это вот все конечно но влияет на это почему я допустим и перешел мне сейчас считают время по минуте допустим устанавливаем условно тайминг на 8 минут и обратный отсчет идет там прошла одна минута прошла две минуты мне это спокойно для меня нету какого-то удивление и неожиданности что у меня дискомфорта прошло всего две минуты это очень мало я начинаю паниковать что мне еще терпеть там все нет я четко знаю время которое прошло смотрите по сути так неплохо мы пообщались дальше хочется поговорить вообще там про фридайвинг и но фридайвинг это такой молодой на самом деле да вид спорта ну кирилл давно о фридайвинге и вот интересно у него как бы от него услышать его наблюдение как может быть изменились подходы к ну к тренировкам да во фридайвинге может быть в статике за последние там лет десять да саш ну что тут можно сказать это все очень очень индивидуально да я сейчас разверну свой вопрос ответ на вопрос если мы возьмем топовых спортсменов уровня не знаю наталья молчанова или бранко петровича то я думаю что для них почти ничего не изменилось они десять лет назад прекрасно умели тренировать статику и готовиться к попытке и тот факт что за последние десять лет рекорда мира практически не изменились говорит о том что ну они все это умеют делать прекрасно и тогда и каких-то прорывов в этом смысле не произошло да если говорить про каких-то начинающих фридайверов которые только знакомиться со статикой то для них тоже наверное мало что изменилось все плюс-минус тренирует вот этим всем хорошо известные таблицы co2 o2 таблицы и раньше они просто как-то гуляли там по рукам интернет дайте то сейчас это все как-то трансформировалась в виде приложений очень удобных и ребята тренируют вот эти эти тренировки и прогрессирует там кто как может да вот если говорить про меня конкретно что как для меня изменилось понимание статики подхода к тренировке статической задержки дыхания то конечно за 10 лет разница очень большая 10 лет назад я только начинал с этим знакомиться и съездил на свой первый мастер-класс в ранка петровича и только как-то начинал осваивать разы эта история этого искусства да и за эти 10 лет я очень много чему научился придумал сам какие-то тренировки какие-то новые подходы очень очень сильно развилась понимание как нужно взаимодействовать спортсмену и коучу тренеру во время попытки ну и вообще как по любой сложной истории в статике очень много каких-то мелких деталей и тонкостей и все эти тонкости это те шишки которые мы нарабатываем и набиваем за годы тренировок и соревнований и в общем скажем научиться просто так взять и научиться этому довольно сложно да это все идет там потом и кровью и в общем без многолетней работы вот собрать этот опыт довольно сложно поэтому если 10 лет назад я только начинал и мало что понимал то сейчас я довольно хорошо в этой истории разобрался и ну так уже плюс минус можно сказать что понимаю вот на чемпионате мира интересный случай был мы сидели с браками вместе готовились к тренировке ждали пока нас спустят на дорожку ну немножко стали разговаривать я ему сказал что ранка ты мой первый учитель по статике я был у тебя на мастер-классе 10 лет назад и он он меня вспомнил он сказал да я помню москве да я говорю все правильно вот потом я ему сказал что я подготовил двух рекордсменов России и он так прямо очень уважительно проникся закивал головой протянул мне руку пожал мне руку сказал да это круто вот потом он спросил а собирается ли Володя здесь на чемпионате мира пробовать установить новый рекорд свой в общем я ответил что не знаю как пойдет да потому что это очень сложно вот но тем не менее в общем мы я отдал должное уважение ранка считаю великим спортсменом и великим тренером вот и то что нам с Володей Володя с моей помощью удалось его перележать на этом старте вообще стать чемпионом мира это конечно ну очень большой тяжелый совместный труд ну и очень большая удача трудно было представить что такого великого спортсмена как Бранко можно победить там в честной борьбе ну получилось вот как то так да это круто слушай а как ты видишь вообще будущее статики потому что ну уже по сути такие рекорды то серьезные да там и Наталин рекорд в этом году был побит и у мужчин ну как бы фантастически да какие то есть результаты ну и как бы они эпизодически проскакивают в общей то массе может быть обычно чуть поменьше но тем не менее вот то есть ну мы можем условно говоря да там прийти не знаю там 15 минут задержки дыхания или типа того или есть какой то такой физиологический потолок дальше которого не прыгнуть я думаю что каких то значительных изменений вряд ли мы сможем увидеть потому что в каком то смысле те результаты которые сейчас являются рекордами мира для мужчин и для женщин они близки к своему физиологическому потолку да и то что рекорд Натальи Молчанова держался больше десяти лет по моему одиннадцать если я не ошибаюсь это тоже говорит о том что ну подвинуть его чрезвычайно сложно и то что рекорд мира по аида среди мужчин держится там с 2009 года да уже там не знаю 15 лет это это говорит о том что фактически мы уперлись в тот физиологический потолок выше которого прыгнуть почти невозможно что я думаю будет дальше если афридайлинг спорт молодой и он развивается и все больше и больше спортсменов в него вовлекаются если будут появляться талантливые приходить в спорт талантливые мужчины и женщины с какими-то вот экстраординарными способностями такими как вот Хайка Швертнер да но она долго шла к этому рекорду надо признать что она выдающая спортсменка и долго-долго лет подступалась к нему и вот в этом году ей удалось подвинуть этот рекорд Натальи Молчановой но это единицы это уникальные спортсмены которые появляются не знаю раз в 10 лет условно говоря если они будут появляться то рекорды могут немножечко двигаться но это все равно будут уже какие-то секунды и это будет очень редко то есть ничего сильно меняться не будет возможно будут появляться какие-то новые там небольшие изменения там в тренировочном процессе какие-то может быть у кого-то будут находки там и так далее но существенно повлиять на результат уже это не сможет поэтому да вот работаем и вот в этих результатах как-то продолжаем показывать то что можем не опасно это подходить вот к этим максимальным что ли величинам к максимальному результату я думаю что из серьезных опасностей наверное можно сказать только там тяжелые гипоксические blackout и особенно если они происходят регулярно вот тут наверное есть какая-то опасность насколько она велика мы пока даже не знаем поскольку спорт молодой но вот это этого точно делать не нужно да а если мы показываем высокие результаты рекордные результаты на уровне компенсации физиологических да без потери сознания я думаю что никаких серьезных опасностей не видно вот как бы так Володь а что ну и Кирилл и тебе тоже вот что все-таки тебе вам дают ну вот эти регулярные да там тренировки по задержке дыхания в обычной жизни то есть они во что-то выливаются потом в обычную жизнь или это остается в рамках занятий спортом дает только то что если я захожу в лифты там кто-то покурил или простите то я спокойненько могу доехать до 10 этажа выйти выдохнуть вот в этом наверное хотел добавить по поводу рекордов согласен с Кириллом наверное единственное что может подвинуть это какие-то новые модели ласт то есть обмундирование да там такие вот супер скоростные какие-то ласты супер скоростные костюмы то есть вот это вот обмундирование да наверное это может как-то подвинуть но физически да они подходят уже к тому режиму уровнем который все перепрыгнуть дальше ну 15 минут никто не задержит конечно все невозможно невозможно и 20 минут наверное это все-таки какой-то результат был или сколько у миксу да 11 да с чем-то был 35 ну что-то такое ну наверное все-таки это была какая-то случайность что-то такое нет все-таки есть ресурс организма так ему к этому результату давно никто не приближался на соревнованиях скажем честно вот возможно там ну не знаю что там что-то помогло спортсмену случайность ну и может быть что-то еще помогло трудно сказать Володь а ты начал говорить про снаряжение и по сути ну как я считаю то есть это мое убеждение что в статике тоже есть элемент короче говоря ну такой если снаряжение хорошее то это помогает а если снаряжение плохое то это может сильно снизить результат ну там тот же костюм да там Кирилл ты вот говоришь да там убранка был тонкий костюм он замерз а может быть костюм вообще там какой-нибудь жесткий или еще что-нибудь такое то есть ну насколько это влияет снаряжение огромное влияние это конечно оказывает ну и тут хотел рассказать про костюм в котором я выступал конечно нужно максимально мягкий костюм насколько каждому индивидуально теплый мне специально Александр Яковлевич пошил ермыш аквадискавери костюм и это была такая афера можно сказать то есть мы пробовали лежал сейчас в костюме у меня грудь руки и бока пять миллиметров а спина семь миллиметров потому что у меня всегда мерзла спина и вот так в дескавери пошили мне такой костюм что спина у меня семь миллиметров остальное пять миллиметров из супер мягкой ямамоты и это позволяет мне его практически не чувствовать то есть я одел костюм и я его не чувствую а то что теплая спина я не мерзну я чувствую себя абсолютно комфортно и в данной ситуации да конечно это очень очень важно чтобы ты не замерз в то же время чтобы у тебя была амплитуда дыхания это важно Саш но я могу добавить что в статике ты абсолютно прав что в статике снаряжение имеет значение и оно может не позволить показать спортсмену тот результат на который он там физиологически и психологически готов то есть может сильно испортить попытку там тонкий костюм или жесткий костюм он может сильно испортить попытку но что-то добавить к топовым результатам топовых спортсменов с помощью оборудования в статике мы уже не сможем если в динамике тут наверное какие-то резервы еще есть там за счет высоких технологий наверное можно сделать ласты еще лучше и позволить спортсмену еще эффективнее там проплыть свою дистанцию то в статике наверное сделать костюмы лучше чем они уже сейчас есть вряд ли получится а кроме костюма в общем ничего и не нужно поэтому наверное здесь мы тоже ничего не добавим к нашим результатам поэтому только какие-то экстраординарные способности талантливые спортсмены смогут вот подвинуть те и так очень высокие результаты которые вот в данный момент там спортсмены показывают на мировом уровне слушайте вот Володь у тебя я смотрю там сервант не пустой да а у Кирилла тоже заставка в телеграме там со стаканом с чем-то и с сигарой ну то есть это одно другому не мешает получается или что абсолютно нет вообще не мешает помогает не знаю насколько помогает но не мешает это точно ну в разумных каких-то пределах в разумных пределах ну то есть супер там здоровый образ жизни вести ну как бы не обязательно нет нужно вести его нужно вести но наверное уже не в нашем возрасте как-то это уже как по Амархаяму не стоит старикам стыдиться что они выпивают вина поэтому Володь я понял что там время у нас поджимает пара вопросов осталось на фазу собираетесь в Дубай о о это к Володе вопрос давай его без комментариев почему это тайна не знаю нет абсолютно это не тайна но ну пока без комментариев ясно хорошо ну ребят мне кажется классное получилось интервью вопросы многие там как-то проговорили осветили которые могут быть интересны и вообще кто о фридайинге первый раз услышал вот и тем кто уже в этом спорте я был очень рад что смог взять у вас интервью очень сильно вас поздравляю с этим достижением которое прямо скажем очень крутой для российского фридайинга вы огромные молодцы реально проделали очень большую работу вот мои искренние вам поздравления продолжайте обязательно вот чтобы показывать пример вот ну как бы хорошей команды и хорошей работы вот ну а если кто-то видимо хочет научиться тоже задерживать дыхание можно к Кириллу да наверное обращаться он возможно с кем-то сможет позаниматься или нет обращаться можно я в любом случае отвечу чем-то помогу ну может быть и позаниматься получится хорошо ладно ладно спасибо пообщаться надеемся не в последний раз ну и увидимся встретимся все равно на старте всегда встречаемся обнимаемся конечно спасибо я хотел сказать тебе большое спасибо за ту работу которую ты делаешь и твой канал действительно смотрят и очень качественный контент всегда смотреть приятно и дай бог тебе успехов и дальнейшего развития мы со своей стороны чем можем поможем спасибо спасибо всего хорошего до свидания пока пока спасибо